привет с вами как так и вы смотрите наш специальный новогодний выпуск сегодня я вместе с вами дорогие зрители узнаю секреты салата оливье и тайны безалкогольного глинтвейна ставьте доску поудобнее режьте продукты аккуратно мы начинаем вот какие традиционные блюда стоят у вас на столе в новогоднюю ночь у меня к примеру это селедка под шубой крабовый салат домашние пельмени оливье если у большинства первые три пункта могут отличаться то от король всех новогодних салатов оливье можно найти практически на каждом праздничном столе в эту ночь а разобраться в его секретах нам поможет институт экологии и природопользования казанского федерального университета здравствуйте у нас сегодня новогодняя передача с вами институт экологии и природопользования казанского федерального университета мария владимировна кожевникова замдиректор по научной деятельности нашего института и я вадим евгеньевич прохоров заведующий кафедрой общей экологии этого института у нас всегда возникает интерес как у экологов какие же живые организмы используются человеком в пищу и откуда они к нам попали и сегодня мы постараемся про все продукты про все растения животных которые мы используем для приготовления блюд рассказать откуда они к нам пришли где их родина и как они попали сюда к нам на эту кухню но мы долго думали что же нам приготовить потому что на самом деле каждое из блюд может служить неким проводником вообще по всему миру по миру растений животных и других организмов которые мы используем в пищу но остановились все таки поскольку это у нас предпраздничный выпуск на оливье и поскольку нам хотелось чего-то такого эдакого то мы решили что мы будем готовить оливье приближенного к историческому рецепту посмотрев литературу как как любые ученые изучив литературу мы узнали что была длительная эволюция рецепта салата оливье и мы решили взять самый первый который дошел до нас из опубликованных он тысяча восемьсот девяносто седьмого года девяносто седьмого года самым таким ингредиентом который идет практически по всем итерациям этого салата это вот это что это владимир генч это рябчик но там вот в этом в оригинале рябчик но мы рябчика не смогли найти и купили перепела а вообще когда мы стали искать вчера этих рябчиков и не смогли купить их нигде я стала смотреть еще литературу да у нас основная же это основной наш метод познания и вообще получилось что в очень многих блюдах русской кухни по крайней мере до революции присутствовали рябчики почему в один генч так как-то сейчас не найти а тогда это вот прям везде везде дичь боровая дичь и охота на руси всегда была очень распространена это был один из источников пропитания для народов нашей страны и собственно рябчик это традиционный объект зимней охоты на буровую дичь распространен он практически по всей территории россии в европе и в азиатской части в сибири и и поэтому собственно рябчики были доступны их продавали и охотились большом количестве добывали их сейчас конечно охота у нас имеет больше любительский такой уклон и можно сказать конечно еще и то что само воздействие человека привело к тому что лесов в россии стало меньше а рябчик это лесная птица таежная и в общем то конечно этот вид дичи стал менее доступным у нас и наверное с этим связано то что их не невозможно найти в продаже такому обычному человеку для широкого круга людей все что продается куры перепела индейки фазаны это все конечно результат культуры это искусственно выращенная птица ее и продают ну в общем их нужно этих рябчиков фазанов или перепелов зажарить чем я сейчас и займусь так как мы старались рецепт такой подготовить который наиболее близок к оригиналу то и продукты соответственно мы выбрали такие же помимо рябчиков тире перепелов у нас будет картофель огурцы салат для украшения и в качестве ингредиентов еще оливки и каперсы вот все таки вы нам вадим генч расскажите про картофель откуда он пришел к нам этот картофель ну вернее на самом деле почти все знают до что его насаждал петр первый но более подробно все таки в дикой флоре где он встречается почему он настолько популярен стал как продукт ну ближайший родственник картофеля ну или собственно дикий предок картофеля обитает в южной америке в культуру его ввели индейцы южноамериканские инки и наверное дикие родственники картофеля они не имели таких клубней как сейчас да это все таки результат селекции за такое продолжительное время 500 лет практически история использования картофеля европе и конечно его нужно было выращивать большими усилиями и клубни наверное были примерно такого размера как у нас здесь сейчас они очень не крупные видите они там порядка двух трех сантиметров и изначально у картофеля ну я видел во всяком случае такую информацию он не был белого цвета как и скажем морковь изначально у первых оккультуренных растений в этих клубнях или корнеплодах содержались специальные вещества антоцианы они придают такой розовато-фиолетовый цвет ее вам у многих растений они содержатся и уже та оранжевая или желтая морковь который мы используем этот белоснежный картофель который тоже сейчас мы все знаем это результат селекции результат работы ученых селекционеров а вот эти вещества они вот остались в плодах картофеля да то есть если мы увидим созревшие плоды картофеля они тоже такого да фиолетового и оттенки фиолетового цвета у всех растений практически обусловлено вот этими красителями например если мы говорим о ягодах вишни и винограде там черники все окраска этих ягод она обусловлен наличием этих веществ и более того есть интересный факт что антоцианы они реагируют на кислотность среды если мы положим скажем ягоды черники в уксус то это у нас эти ягоды приобретут приобретут красную окраску а если в щелочь например там в раствор соды то они посинеют то есть они фактически работают как лакмусовая бумажка и от кислотности среды изменяет свой цвет надо сказать конечно что картофель ведь относится к семейству посленовые представители практически все представители этого семейства они ядовитые и собственно сам картофель это ядовитый растение он содержит специальный токсин солонин латинское название картофеля с соляным туберозом солонин это по названию собственно рода послен клубненосный можно так на русский язык перевести его название и вот этот солонин он собственно в зеленых частях растения содержится поэтому зеленую картошку есть ни в коем случае нельзя а также содержится в листьях в водах ягодах и как раз та история с петром первым когда он насаждал картофель в россии и почему крестьяне этому противились потому что они думали что нужно есть ягоды а ягоды были ядовитые и соответственно это приводил к отравлениям поэтому картошку называли как чертовое яблоко да и потом уже путем специальных мер просветительского характера до крестьян удалось донести что надо есть не ягоды а а вообще-то вот параллель картофеля подожди надо соваться вообще это параллель картофеля с яблоком почему-то во многих языках прослеживается вот по французском например картофель называли пом де тер земляное земляное яблоко во всей Европе как и странно собственно само название в русский язык картофель пришло из немецкого картофель это яблоко по-немецки картофель это земляное яблоко в оригинальном рецепте сам салат выкладывается на листья салата и мы сейчас тоже это так сделаем и вот про салат салат откуда у нас и что он из себя представляет вообще само слово салат в русском языке относится к очень разным растениям есть рукола есть крест салат есть вот этот салат который называется латук на самом-то деле они все не являются родственниками между собой и латук это вот айсберг да это сорт салата латук латук посевной он из семейства сложно цветный родственник нашим одуванчиком цикорием и прочим хорошо нам знакомым растениям родина этого растения неизвестна этот вид возник в культуре в результате выращивания многолетнего выращивания человеком этих растений просто ели одуванчики да культивировали одуванчики ну не одуванчики именно а у есть дикий предок который сейчас у нас широко распространен это латук компасный он называется или латук желтый вот скорее всего латук посевной ближе всего по своим по своему происхождению к вот этому нашему хорошо известному сорняку он растет везде повсеместно и его реал распространения и в Европе и в Азии и в Северной Африке это самое обычное сорное растение скорее всего именно он и является предком вот такого красивого и надеюсь вкусного салата айсберг мы для украшения снимем верхние листья и уложим их на дно блюда куда мы будем выкладывать наш салат а вообще много видов салата из семейства трестоцветные это родственники капусты ну собственно сама Айсберг тоже на капусту похож чем-то внешне капусты редьки редисы это все растения семейства крестоцветные его надо надсечь наверное маленько вот чтобы он расправился вот база у нас готова основа и даже может быть чуть-чуть поперчить вот перец тот перец который мы бесконечно используем у себя на кухне почти все время он откуда к нам пришел перец много разных видов конечно и мы используем ну даже они торговые названия разные да перец белый перец черный перец розовый это продукт который получается из разной степени обработки и зрелости плодов перца родом он из юго-восточной Азии и до сих пор там массово выращиваются и европейцы которые пытались попасть в Азию открыв заодно Америку по дороге они цель их была как раз получить получить доступ да к перцу и другим пряностям ценным и мы их сегодня будем использовать для приготовления еще другого напитка да не блюда про них тоже расскажем а что касается огурцов огурец это одна из древнейших вообще культур которые человек использует ну разные источники разные цифры называют на порядка шести тысяч лет уже человек выращивает огурцы а родина считается огурцов Индия стропики и субтропики Индия и Гималаев и оттуда эта культура проникла сначала на ближний восток да и затем средиземноморскую кухню и можно наверное с уверенностью сказать что во всей средиземноморской кухне огурцы так или иначе используются а в Россию огурцы попали как и многие другие овощи и фрукты из Германии и название русской огурец оно собственно от немецкого гуркин произошло поэтому у нас и картофель и огурцы имеют по происхождению немецкие названия хотя родом из совершенно разных мест в общем ну маринованные конечно соленые мы тоже используем поэтому это такой еще до конца не раскрытый может быть да нами овощ но не случайно живу 6 тысяч 6 тысяч лет выращивают эти огурцы если бы это только было там салат то наверное это бы все таки быстрее закончилось ну или такое большое распространение не дальше мы достанем оливки тоже один из древнейших одна из древнейших культур родина оливок в Средиземноморье поэтому и в Греции в Древней Греции и в Древнем Риме и сейчас собственно и в итальянской и в греческой и в испанской во всей средиземноморской кухне оливки очень широко применяются но самый известный продукт это конечно оливковое масло и съесть так так это я столько вывалил ну оливки известно да бывают зеленые незрелые и черные черные обычно называют маслины маслины да оливки это когда зеленые я для себя такой этот вывела но у нас оливки вот еще и фаршированные перцем поэтому они будут еще вкуснее должны быть я их порежу вот так пополам и мы вот видим что у них внутри находится косточки здесь удалены из косточек выжимают оливковое масло и мы его тоже сегодня будем использовать для приготовления соуса для майонеза провансаль ну вот я когда была в италии ну первый раз в своей жизни то тоже увидев оливу это был уже декабрь то есть было ну подозрение что оливки уже созрели я хотела их сорвать и съесть и меня остановил наш коллега с которым мы там были итальянец сказал что это нельзя есть то есть на самом деле вот оливки которые растут на дереве их есть нельзя но он говорит сейчас я вам найду и он подобрал с земли уже такую ну как бы мы сказали по умному ферментированную оливку она была такая немножко подвядшая подгнившая подгнившая подвядшая подгнившая и вот ее уже можно было есть то есть конечно вот те оливки и маслины которые мы едим они особым образом обработаны замаринованные вымоченные и так далее то есть основное было назначение это культуры все-таки масляные да то есть сделали оливковое масло из косточек как ни странно но это не из самих косточек из ядер косточек да масло в основном там сосредоточено выжимает иногда целиком прямо вместе с мякотью но еще надо сказать что это традиционно оливки заливают морской водой то есть не как у нас огурцы делают там солью собственно заливают морской водой и они в таком состоянии просаливаются маринуются да вот я думаю столько хватит нам оливок да еще один ингредиент который был в оригинальном рецепте который мы тоже решили воспроизвести это каперсы что такое каперсы я не совсем распространенный продукт сейчас но хотя вот в девятнадцатом веке как ни странно как ни странно мне казалось странным это каперсы в достаточно большом количестве возвозились в Россию это растения которые родом из Средиземноморья это собственно Южная Европа Северная Африка и в нашей флоре как и в случае с оливками у нас родственников ближайших нет у нас не растет хотя родственники оливок в какой-то степени сирень и ясень как ни странно они из одного семейства маслин маслинные каперсы из отдельного семейства каперсовые и никаких видов из этого семейства в нашей флоре нет каперсы которые употребляются в пищу двух видов бывают вот такие достаточно крупные с ножками на вкус они достаточно пряные такие и если объяснять человеку который ни разу каперсы не пробовал то очень сложно объяснить на что они похожи они наверное ни на что не похожи вот можно попробовать если это первый опыт в жизни я не ела и сказать что же это такое вот в квадах внутри такие семечки да и на вкус они одновременно и острые и пряные и соленые ну ближе всего к огурцам я бы сказала таким маринованным с уксусом который за неимением каперса в советское время заменяли каперсы как раз корнишонами маленькими огурчиками маринованными и в некоторых случаях там используют плоды настурцы например как ни странно да это садовый цветок у которого похожи кстати чем-то плоды на каперсы их тоже можно мариновать и получится нечто похожее все остальные ингредиенты салата мы вот ограничимся наверное в такой небольшой порции я их порежу на 4 части потому что они крупные но я тем временем приступила к разделке наших перепелов они же рябчики они же рябчики не же фазаны отделим просто это мясо мясо от костей вообще если бы мы готовили дома да то мы должны были это сделать заранее и вот эти вот все косточки которые тут остаются их собирают и варят из них как это называется хочешь сказать про ланспик да да и показать его их собирают и долго-долго варят и получается из них ланспик ланспик это такая это не отдельное блюдо да это такая кулинарная штука хитрая на самом деле она употреблялась раньше сейчас мы ведь не используем ланспик для того чтобы например освежить вкус супа который много раз подогревался в ресторанах например если у вас есть готовая тарелка супа вам необходимо ее подавать как свежую вот добавляли туда ланспик ланспик это по сути основа для заливного да это сильно долго проваренный бульон из костей куриных или говяжьих который потом загустевает и получается что-то вроде холодца на самом деле технология приготовления ланспика и холодца примерно идентична и в оливье он тоже в оригинальном рецепте использовался для украшения в основном ну может быть и как ты говоришь для освежения вкуса и мы его этот ланспик приготовили заранее вот здесь вот он у нас да потому что его сутки надо охлаждать и чтобы этот процесс ускорить здесь здесь бы мы это никак не смогли с вами сделать ланспик мы нарежем потом на такие дольки и сверху уже собранного салата мы его разложим так у нас фактически все ингредиенты уже здесь есть сейчас мы добавим только рябчика главное и главный секрет салата оливье это как ни странно майонез причем майонез классический провансаль который готовится из яиц уксуса оливкового масла прованского масла как это было написано да мы прочитали прованское масло и стали искать что такое прованское масло на самом и почему то странно что прованское масло это оливковое масло хотя оливки не растут в провансе где-то растут может там его делали наверное нам здесь очень много не надо и мы ограничимся такой полумерой да мы его отделяем из белка вообще есть рецепты майонеза куда и белок добавляется тоже но я думаю что мы этого делать не будем приготовим классическим способом у нас один желток так мы туда добавим немного соли а когда люди стали использовать соль как ты думаешь в какой момент я могу только сказать что я читал сказку носов незнайка на луне там были люди которые не знали что такое соль о чем незнайка собственно обогатился а вот на нашей планете я думаю люди знали про соль очень давно и даже неизвестно когда впервые и где это произошло мне тоже интересно есть ли такие исследования так немножко перца и сейчас добавим туда горчицу обычно про горчицу нам расскажите горчицы не все знают что горчица это растение да но то что мы вот сейчас банки с вами видим это соус по сути да приготовленный из горчичного порошка основа его горчичный порошок растительное масло там соль сахар и так далее можно добавлять горчичный порошок это измельченные семена горчицы да горчицы горчицы это растения из семейства крестоцветных и горчицы не один вид их много видов они даже к разным родам относятся есть черная горчица например есть белая горчица и вот эти самые семена горчицы можно увидеть в дижонской горчице например да та которая с такими с ядрышками это собственно сами семена этой горчицы она же растет в нашей полосе горчица это это сурное растение на самом-то деле но для того чтобы получать больше продукта все культурные растения они конечно в результате селекции и изменяются и отличаются от своих диких родственников конечно из дикой горчицы тоже можно получить и горчичный порошок просто его получится не очень много а вообще хотелось сказать вот отдельно мы говорили что например латук да салат или та же горчица это сурные растения и когда человек в культуру внедрял да он ходил собирал да он же не знал еще всех растений какие-то растения были вкусные но росли в лесу их невозможно было выращивать а какие-то растения были сурными и обитали рядом с человеком на тех местах где он рубил лес где он ходил где он где он строил да жилища свои да то есть он нарушал естественные экосистемы на этом месте поселялись разные сорняки и вот именно эти сорняки в результате вот этого всего процесса и вошли в культуру и горчица и салат и например даже злаки пшеница рожь это все сорные однолетние растения которые растут по нарушенным местам и вот для того чтобы имитировать эти нарушенные места да человек должен пахать землю да для того чтобы там не выросло не вырос лес или там не занялась степью если это степная зона поэтому человек каждый год должен эту почву нарушать разрушать и для того чтобы вот эти вот сорняки по сути сорные растения там могли наилучшим образом себя чувствовать горчица она из семейства крестоцветных и многие виды этого семейства семена их обладают таким вкусом острым острым ну например и вообще в целом острым вкусом например там хрен да человек выращивает из этого же семейства для остроты горчица и многие дикие виды крестоцветных например ерудка полевая может быть использована или даже пастущая сумка может быть использована семена их для приготовления вот такого порошка да который очень хотела попробовать умная собачка с соль да сюда нам хватит она попробовала у нас половина ложки чайной горчицы много не надо у нас маленькая порция попробуем на вкус какая-то острый ой да замешан картошку зря я так сделал так я добавил горчицу и сейчас мне нужно это все взбить и когда это более-менее размешается туда добавить оливковое масло постепенно тонкой струей само слово майонез то что называли майонезом изначально больше было похоже наверное на ландспик и например книги Елены Молховец майонез находится в одном разделе с холодцами желе и заливным а соус сам наверное появился вообще в средиземноморье сразу в нескольких местах независимо друг от друга потому что ну там где есть яйца и оливки этот майонез можно было бы сделать очевидно да его возникновение единственный это способ эмульгирования масла да то есть это же эмульсия по сути которая не должна расслабиться желток здесь служит эмульгатором да лецитин который в желтках содержится он не дает слипнуться этим капелькам масла воедино и майонез это один из немногих соусов которые готовят с холодным способом все остальные например голландский соус да или аланес его прогревают там правда вместо оливкового масла используют сливочное масло но технологии результат примерно такой же получается вот а здесь конечно до появления миксеров этот процесс был наверное достаточно трудоемким так сейчас мы добавим сюда буквально пол столовой ложки белого винного уксуса как это было написано в рецепте девятнадцатого века вот лучше вот так думаешь так да сколько половинку половинку да еще чуть-чуть ну все многовато нет это половина и сейчас у нас соус должен побелеть все секрет ингредиент и как мы помним был самый главный секрет оливье в том что в майонез он добавлял какие-то специи дополнительные было выяснено что одна из этих специй это буйстерский соус или ворчестерский как он называется а второй это соя кабуль соя кабуль соус который потом в советское время назывался соус южный но сейчас его решительно нигде невозможно найти ни на интернет площадках ни в самых дорогих магазинах его нет да ну там интересно с этим связано то что соя кабуль это вообще соя это не было соя в дореволюционной России а это были любые соусы то есть нечто остренькое остропряное но конкретно в случае сои кабуль это было именно на основе ферментированных бобов сои с добавлением томатной ну томатов или там там томатной пасты и других каких-то ну вот сейчас у нас этой сои кабуль нет но наверное ничего страшного вот мы ну в качестве эксперимента если кому-то захочется наверное сои кабуль можно приготовить из соевого соуса и кетчупа вот но это все-таки будет немножко не то тоже буквально пол ложки так вот так да еще более жидкий будет да выстерский соус изготавливается из анчоусов да это маленькие рыбки кильки которые ловят в средиземном море и в атлантическом океане их высушивают ферментируют ну то есть это протушивают или как это специальным образом это все происходит и в результате вот есть целый ряд таких соусов да где белки ферментированные служат основой для соуса это и соевый соус нам хорошо известный и устричный соус и огромное количество рыбных соусов которые есть в Юго-Восточной Азии в тайской кухне в Китае это все примерно по технологии одинаковое ну вот наконец мы основной ингредиент выкладываем наверх сверху всех наших овощей ну нормально получилось у нас мы думали что это изначально она выглядела как-то очень субтильно это перевелка но в итоге получилось довольно много с нее как правильно это называется мясо не браскеты бланкеты да бланкеты это любые небольшие кусочки которые более-менее одинакового размера да в оригинальном рецепте было написано порезать все бланкетами и потребовалось дополнительное исследование чтобы узнать что это такое так вот все все перепелка на месте украшаем и можно можно нарезать да просто на половинке их чтобы они у нас красиво здесь расположились а вчера когда я принесла домой эти яйца и значит с детьми они говорят зачем тебе мама эти яйца зачем и почему это все такое я рассказывала что перепелиные перепела не болеют сальмонеллой поэтому вот перепелиные яйца считается диетическим продуктом которые можно без страха употреблять для каких-то блюд где требуются сырые желтки вот там типа гоголь-моголя там или что там еще готовят тирамису из яйца майонез майонез да в майонезе тоже у нас яйца никак не обработать получается да термически поэтому так надо так положим и поэтому конечно перепелиные яйца в этом плане они приоритетны над куриной ну за магазинный майонез можно не беспокоиться потому что его готовят не из желков а из яичного порошка который проходит стерилизацию под высоким высоких температурах там ничего живого не остается ни сальмонел ни вирусов а если домашний майонез делаете сами то конечно такой риск всегда есть так ну и главное рояль в кустах давай я не знаю как его оттуда доставать так это ланс пик тоже у нас для украшения нам потребуется совсем небольшой кусочек из всего этого поэтому мы его прямо здесь может быть разрежем на такие кубики по сути это холодец да и конечно когда технологии кулинарные не предусматривали использование желатина да то приготовление ланс пика и других концентрированных там бульонов они требовали много как это сказать много часовой проварки и процесс был трудоемкий а вообще для украшения и для изготовления этого салата использовались самые деликатесные продукты и можно найти рецепты салата оливье с красной икрой с омарами с лангустами с черной икрой да то есть все что с ситриной все что самое дорогое и самое вкусное служило в разное время основе для этого салата после революции конечно когда рябчики стали по сути олицетворением буржуинства да ешь ананасы рябчики жуй от этого отказались заменив рябчики на курицу а затем вообще на вареную колбасу и салат весь без вот этих вот деликатесов корнюшоны каперсы заменили зеленым горошком и собственно от самого оригинального рецепта раков кстати заменили морковью вареной да я же говорю красненькая да то есть и то что сейчас традиционно на новогодний стол в каждой семье наверное готовят салат оливье оно ну наверное только майонез остался да картофель и то его не готовят а покупают такими вот вёдрами да я думаю сейчас салат оливье можно покупать да так что то еще будем мы украшать здесь думаю нет вот мне кажется еще два вот кусочка это лансквика положи лансквика положи лансквик лансквик ну ну и очень распространенный сейчас все больше популярность приобретающий напиток мы приготовим это безалкогольный глинтвейн в основу безалкогольного глинтвейна как правило какой-то сок но вот лучше всего если это будет сок из красного винограда его нужно нагреть виноград у нас где рос ну виноград это культура которая в средиземноморье растет и тоже издревна вместе с оливками с оливами введена культура еще древними греками а возможно еще раньше там в средиземноморье жило большое количество народов которые использовали и виноград и оливки ну это оттуда уже виноград пошел распространяться дальше и во Францию и сейчас в новом свете выращивают в Австралии в Южной Америке примечательно что на территории нашей страны на Дальнем Востоке есть один вид винограда называется он виноград амурский он очень морозостойкий и мог бы расти в нашей полосе и некоторые исследователи считают что если бы человек одомашнил не вот этот средиземноморский виноград да витис винифера а витис амуренсис амурский виноград то у нас бы сейчас были бы везде виноградники и он бы не вымерзал сильные морозы так ну вот еще ингредиент это имбирь я нарежу фрукты да вот имбирь он у нас где произрастал и что это такое какая часть его часть растения это корневище и по внешнему виду хорошо видно как он ветвится да каждый побег идет подземный в свою сторону это корневище и имбиря на самом деле достаточно много разных видов и в пищу можно использовать не только вот тот имбирь который у нас здесь сейчас есть родина имбиря это юго-восточная азия и в тропических лесах например вьетнама очень много видов имбиря растет и на земле и на деревьях как эпифиты да и собственно оттуда культура пошла из юго-восточной азии и вот если кому-то интересно вот этот корень можно посадить у него здесь есть спящие почки почки это можно вот даже видеть вот здесь да вот почки вот почки и он даст побеги и можно будет посмотреть какие у него листья например да и он цветет красиво у него красные цветки такие необычные формы в общем кто экспериментирует особенно с детьми им это будет очень интересно как вот такой что мы привыкли совершенно иного облика приобретет когда ну вообще свежий имбирь относительно недавно появился у нас потому что ведь во времена когда пряности были большой ценностью в свежем виде их никто не возил их возили в виде порошка сушеного порошок сушеного да сейчас даже порошок сушеный реже да а сейчас есть имбирь например засахаренный да сушеный имбирь какой хотите четыре штучки оставим для украшения ага так лимон нам нужен нарезанный или нужен сок мне кажется две дольки надо порезать просто тоже для запаха сок не будем выжимать сок не так кружочки тоже да или дольки да все равно параллельно или меридионально нет вот так несколько штук здесь здесь побольше у нас будет апельсин апельсином и потом его вынем из нашего продукта лимончик тоже положим просто для запаха ну и самое важное наверное в глинтвейне что придает ему тот неповторимый вкус и запах это пряности Вадим Евгеньевич расскажет нам про пряности которые здесь мы будем использовать ну тут у нас не так много пряностей их тут три вида четыре а четыре да четыре и все это на самом деле азиатские вещи и как раз вот мускатный орех корица гвоздика мускатный орех вот он так выглядит очень красиво да вот этот на самом деле это вот возможно что привезенные из Вьетнама невозможно а точно это из Вьетнама выращенные именно там в Вьетнаме да это корица да и еще тоже скажем мускатный орех это плод да? ну вот сейчас расскажу и бадьян или звездчатый анис его называют да? ну гвоздику наверное все знают это наиболее известный из всех кряностей этих ой 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 давай я все это высыплю а ты пока расскажешь так сделаем это все все эти растения растут в Азии в Азии и именно за ними европейцы ездили в Индию и в Индокитай для того чтобы это все привозить в Европу и продавать потому что это все ценилось на вес золота даже наверное больше вот из этих пряностей мускатный орех наверное самая ценная пряность которая до сих пор дорого стоит это все разные части разных растений мускатный орех он родом из Индонезии современной это Малукские острова это плоды растений которые называются мускатник их несколько видов тоже они не орехи то что называется мускатный орех это не орех это собственно сушеные плоды вот этого кустарника или деревца небольшого в ботаническом отношении это коробочка ну да корица это кора да ну собственно слово корица отсюда и произошло и слово коричневое отсюда произошло да по цвету корицы она коричневая это кора собственно тоже дерево родом из Индии и Шри-Ланки это просто такие маленькие побеги что ли с нее с нее это снята кора они когда высыхают то они деформируются иногда заворачиваются внутрь туда разрезы часто можно увидеть она не погибает дерево когда эту кору снимают погибает не могу сказать ну вот как у пробкового дуба у него же отслаивается но многие деревья особенно тропические в жарком климате они сбрасывают даже кору на время и в какой-то степени в какой-то степени это как теплоизолятор служит для от прямых солнечных лучей если коры нет то может быть конечно и наверное зависит от того какое количество снимают заготовители наверное можно немножко убавить а я выключила хорошо так бадьян это тоже пряности это тоже плоды бадьян анисовый он родственник лимоннику он из одного семейства с лимонником и это тоже плоды можно часто там и семена видеть да вот они тут хорошо видны вообще похоже на огрызок от яблока если его убрать всю мякоть то перегородки в яблоках примерно такие же ну и гвоздика это бутоны не распустившиеся вот здесь хорошая у нас кстати гвоздика она с шариками да наверху это сами бутоны а то что внизу ножки это собственно цветоножки или плодоножки будущие это бутоны гвоздичного дерева которые собирают сушат так и часто можно в продаже найти такую гвоздику у которой нет этих шариков вот только плодоножки а весь аромат как раз вот в самих бутонах бутонах поэтому если вы выбираете гвоздику если у вас есть такая возможность выбрать вот нужно выбирать именно такие с бутонами то есть это у нас дерево это у нас дерево это лиана лиана а это тоже дерево дерево то есть в основном это деревья да как ни странно мне почему если в нашей флоре вот такие которые используют как пряности как все это все-таки травянистые в основном да растения и где-то может какие-то кустарники то тропические а это все-таки деревья ну разве что за исключением имбиря который травянистые растения так ну вот можно сказать что у нас тут готовы перельем давай в этот нужно еще тростниковый сахар и мед добавить прямо в эту кладу да а тростниковый сахар тоже ведь это же тоже растение на самом-то деле это же растительный продукт не зря он тростниковый называется сейчас конечно мы привыкли к сахару из сахарной свеклы и кстати технология получения сахара из сахарной свеклы она из 19 века известна с самого начала то есть может быть в том рецепте салата оливье который мы готовили там может быть был уже свекловичный сахар а тростниковый сахар он из изготавливается из сахарного тростника и это тоже культура очень давно известна в Азии в Индии в Индокитае в Индонезии центры распространения сейчас конечно в Бразилии на первом месте по производству сахара из тростникового сахара а родиной родину точно неизвестно где у сахарного тростника но предполагают больше всего мнений что родина его новая гвинея то есть он наверное очень давно попал в культуру потому что новая гвинея достаточно изолирована все-таки от культурных центров в Азии даже то есть это не из Индии не из Китая а из новой гвинеи а сейчас конечно сахарный тростник выращивают по всему миру и делают и сахар из него и сахарный сок тростниковый сок который мы видели как выжимают стебли сахарного тростника в Вьетнаме да и сразу стекает стакан этот сок как прохватительный напиток продают вот это не очищенный не рафинированный тростниковый сахар но это сок выпаренный сок да а очищают его очень просто добавляют туда негашеную известь и потом углекислый газ и все примеси которые там они оседают это выпаривают уже белый кристаллический сахар но считается что такой сахар вкуснее для вкуса вкуснее и слаще ну и вот считается что для глинтвейна такой формы нужны стаканы если кому это важно при сервировке прямо после того как налит этот напиток такой еще горячий добавляется мед заранее он не добавляется чтобы его свойства не терялись при нагревании там разрушаются полезные вещества поэтому мед нельзя кипятить и даже и даже высокий там 100 градусный например кипяток желательно не смешивать с медом добавляется мед вообще мед это такое волшебное да вещество но во всяком случае для меня оно обладает вкусом консистенция особенной очень красивый продукт и все это мы украсим кусочками фруктов апельсинами апельсинами вот так на краешек да наверно но не совсем обычный салат и 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